Не мне судить тех, кто сейчас забывает тот кошмар, кто забыл о былом союзничестве в борьбе с этим кошмаром. Белград, Сербия и я, как ее президент, глубоко почитаем тех, кто отдал свою жизнь за свободу не только своего, но и других народов. Именно поэтому жертва советского народа в разы больше любой другой, не только по количеству павших, но и по цели, за которую эти люди шли на смерть. Они не остановились на своих границах, потому что знали, что без них победы не будет. Поглощенные величием пережитого нами 9 мая в России, мы почти не расслышали того, каким эхом уже отозвался парад за ее пределами. Та же Сербия, потерявшая за время войны десятую часть населения и подвергавшаяся ковровым бомбардировкам дважды, сначала немецкой весной 41-го, а затем англо-американской в апреле 44-го, вопреки всем политическим переменам, случившимся в стране и мире за последнее время, в этом году возобновила утраченную было традицию празднования 9 мая, как Дня Победы. Ведущие их телеканалов с георгиевскими ленточками на груди, рассказывающие зрителям о том, как толпы людей смотрят прямую трансляцию парада в Москве на огромном экране, установленном на центральной площади города. Власти страны, принявшие решение поставить привезенные из России в подарок белградцам фильм «Битва за Севастополь» в программу официальных праздничных мероприятий. Послы США, Англии, Франции, отказавшиеся из-за этого от участия в торжествах. В тот самый момент, когда небо над Москвой вспыхнуло огнями фантастического фейерверка, Белград ответил залпами скромного салюта. Первыми за долгие годы праздничными залпами, посвященными нашей общей победе. В этот вечер 9 мая это был единственный салют в честь победителей на всем огромном пространстве, освобожденной ими когда-то Европой. Евгений Баранов и Александр Гусев. Воскресное время.